МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Добрый день. Что бы в жизни не происходило, что бы в жизни кто не делал, мое личное представление такое, что мужчина стремится всеми своими амбициями, достижениями доказать только одно – это любовь к своей женщине и большую любовь к тем родным и близким, которые строят его семью. Юрий Анисимов – первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн-Радиоцентр». Наш друг, единомышленник, советчик и соратник. Время от времени заезжает к нам в гости и отеческим взглядом следит за всеми переменами на телеканале «Дождь». Один из основных составляющих – старший сын. Человек, который дает много поводов для испытания отцовской гордости. Зовут его Андрей. В настоящий момент студент третьего курса. Приходится вспоминать. Студент третьего курса Академии народного хозяйства. Так вот, Юрий Анисимов – это такой наш друг, который с самого начала стоял у истоков вообще идеи телеканала. И как маленьких щенят водил нас за руку при получении нашей первой лицензии регистрации СМИ. Ну и вообще очень хороший друг, опытный советчик. И, Юр, тебе спасибо большое за всё. Да перемены колоссальные. Просто колоссальные перемены. И причем не столько они, скажем, творческого плана перемены, сколько поражают масштабом того, что это от разрухи, которая была сравнима с послевоенным временем, когда мы заходили в этот цех, до сегодняшнего дня видишь уже реальное воплощение как идеи, так и реальное воплощение тех, не знаешь, мечты, что ли, как Наташа снова выражала всегда. Вот в то, что есть. Одно представление о том, что здесь больше 9 тысяч букв, которые вручную наклеены на колонну, оно уже даёт хорошую такую характеристику, сколько трудоволожено. А знаю ещё Наташу, сколько она сама на это тратит время, и команда, которую она собрала, и которая здесь делает. Создание такого канала дорогого стоит, это точно. К началу марта в бывшем шоколадном цеху «Красного октября» на 2000 квадратных метров с нуля было построено 2 студии, 2 эфирных аппаратных, 8 технических помещений, 3 склада, 2 монтажных, офис на 110 рабочих мест. Штат вырос с 5 человек до 24. Я вам откровенно говорю, невольно завидуешь всему этому. Хочется даже некоторых себе в команду позвать. Оля, вы великий человек. Она не слышит. По определению, Оля, по определению. Сдвинуть такое с места, ещё начиная со стадии переговоров с капиталом, со всеми остальными. На том участке, который делаете вы, вы стоите десятка мужчин уже с опытом работы. Поверьте. Ольга Захарова. Исполнительный директор. Строгая и справедливая. Технические подрядчики «Дождя» с придыханием произносят это имя. Пока Ольга не вникнет во все сметы и спецификации, ни один новый шуруп не появится у нас на стройке. Всю минувшую зиму боролась с котельной «Красного октября», измеряла давление воды в батареях и температуру в офисе. Следит за тем, чтобы фабрика «Красный октябрь» во всём соответствовала новомодному названию «Бизнес-центр». Да супер, если всё останется так же. Другое дело, что со временем постепенно всё это как-то придёт к каким-то формальностям. Нет, если Наташа сумеет сохранить этот комфорт и уют, который сейчас сложился надолго, это само по себе потом изменит внутренний расстановок. Да, есть какой-то этикет административный по людским местам, по рабочим местам, но всё-таки комфорт создаётся не местами, а людьми. Поэтому у вас сложились за это время такие взаимосвязи и взаимопонимания, что, я думаю, они никуда не денутся. Дневник «Дождя» — это не только рассказ о строительстве телеканала, о строительстве бизнеса, это история о человеческих взаимоотношениях. Мы строим живой, открытый телеканал. И мы живые люди, очень разные, вдохновлённые дождём. Самое сложное будет Наташе, потому что у неё положение на телеканале будет официально административное. И часть работы, которая начнётся с вещанием, у неё будет отниматься от общения, которое сейчас вы находитесь в единой среде. Поэтому прежде всего по ней будет видно, насколько она сможет это пережить. Это человек такой достаточно общительный во всем. Но ничего. Вы, самое главное, дверь не закрывайте часто, к ней заходите. К 3 марта возвращению Натальи Синдиевой из Ванкувера наш офис был почти закончен. Привезли, расставили мебель, распределили рабочие места и отделы, сделали всё, кроме кабинета Натальи. С этого момента мы могли разъезжаться по отдельным комнатам. И тут мы столкнулись с новой проблемой. Мы так привыкли находиться все вместе, общаться, переговариваться, что с трудом представляли себе отдельное существование. Многие так и остались за своими прежними столами. До поры до времени. Когда начнётся полноценный эфир, мы разъедемся. То, что женскому коллективу такое сдвинуть с места, говорится, памятник на родину героя, не памятник героя. Говоря о женском коллективе, Юрий Анисимов имеет в виду первый стартовый состав «Дождя». Четырёх девушек. Наталью Синдееву, Веру Кричевскую, Ольгу Захарову и Ольгу Попкову. Постепенно к ним стали присоединяться мужчины. В конце марта на телеканале работают 63 человека, включая штатных и внештатных сотрудников. Гендерный состав распределился примерно 50 на 50. Есть и чисто мужские отделы, например, техническая служба. Это важная сломка этих стереотипов, которые у нас сложились. У нас всегда в России воспринимали, что это не женское дело, особенно бизнес такого уровня, такого масштаба. И вспомню, когда ходили по всем компаниям, как все воспринимали на первом этапе. В большей степени, может быть, даже из какого-то этикета, наверное, начинали разговаривать с Натальей по всем этим проектам, зная ее весомость уже в том бизнесе, который сложился. Но как-то скептически относясь к тому, что женщина хочет в одиночестве сотворить вот это вот большое дело. Дождь. Смотрите в базовом пакете НТВ+.